Привет! Хочу показать вам вот такую великолепную книгу от издательства МИФ. Она такая, конечно, большая, но я прочитала её очень быстро, не больше, чем за 10 дней. Даже думаю, где-то меньше, чем за неделю. Это было уже... Прошло время с тех пор, как я её прочитала. В общем, она мне очень сильно понравилась, она очень легко читается. Здесь про Джорджа Вазари, коллекционер жизни, изобретение искусства. Здесь два автора написали эту книгу. Нет здесь картинок особо, поэтому можно её не листать, но я всё равно полистаю. Кстати, можете заметить, что я тут местами делала пометки, карандашом. Очень много потому, что было интересных моментов, которые я буду проглядывать. Когда я буду возвращаться от этой книги, буду и перелистывать, и мне вот эти пометки, они пригодятся. Да, это та книга, которую хочется перечитывать. Она действительно достойная. Очень-очень было интересно про нравы тех времён. То есть, получается, экскурс в историю был именно про личность самого Вазари. Того, кто подарил нам книгу «Жизнеописание». И благодаря вообще этому у нас есть информация про многих известных художников. Леонардо да Винчи, Микеланджело и других. И ещё надо заметить, что авторы очень большие молодцы. Они тут всё-таки объективно подошли к этому вопросу. Они сказали, что... Про мотивы тоже Вазари они говорили. То есть, когда он писал свои «Жизнеописания», вообще там же он не сразу проснулся и решил написать их. Нет, у него был длинный путь, он сам художник. То есть, всё написано, как он к этому шёл. В итоге, когда уже он задумал «Жизнеописание». И, кстати, это первая, получается, биография. То есть, биографии разных художников. Это, скажем так, благодаря нему вообще у нас появилась такая наука, как искусствоведение. То есть, именно вот в музеях, например, вот эти все выставки, когда хронология какая-то идёт, или делят художников на какие-то школы, течения. Всё это вот пошло как раз-таки от него. И вот хочу заметить, что эти авторы, они настолько объективны. Они, значит, написали о том, что когда он задумал свою эту книгу «Жизнеописание», у него была цель, одна из целей – воспеть флорентийцев. И он выбрал для этого Микеланджело. Поэтому мы почему-то любим больше Микеланджело, чем Леонардо да Винчи. А Леонардо да Винчи дело в том, что он работал ещё и на французского короля. То есть, он как бы не очень подходил, в том числе Авазаре, для роли этого героя. То есть, у него, получается, жизнеописания разделены на три части разных периодов. Вначале у нас Джотто был там в главной роли. Ну, то есть, всё это были флорентийцы. Ещё он немного там так вскользь, очень так тонко ругал, может быть, если так правильно сказать, там того же Тициана, например. В общем, всего это было. Может быть, он, правда, так думал всё, что там было. Но всё-таки был у него, я так понимаю, стимул именно воспеть Флоренцию. И поэтому его книга, кстати, была очень популярна. Её покупали в те времена, печатали. Там специальные были такие типографии. В общем, на самом деле было очень интересно прочитать. Если вы интересуетесь искусством, историей искусства, художниками, вам много что интересного здесь откроется. Очень много всего. И про техники рисования. Ну, в общем, для художников точно достойная книга.